Здравствуйте, дорогие подписчики и гости нашего навостного сообщества. Так себе друг, майнкрафтер, ютубер, да нет же. Так себе Ярик, согласился дать нам интервью и рассказал много всего интересного насчет себя и не только. Интервью получилось довольно интересным. Запасайтесь вкусняшками, не смеем вас задерживать. Ярик, такой вопрос, твой псевдоним, так себе, ты его сам придумал, если да, то с чего вдруг мы приняли это как факт, а какова история этого псевдонима? Так себе придумал не я, придумал его Эд, он же и ввел его в массы, мне оставалось только подхватить его, немного переделать и использовать. Как-то раз он назвал меня так себе другом, так и пошло, поехала. Так себе друг, так себе муж, так себе стримы, так себе канал, так себе магазин. Ну, думаю плавно перейдем, наверное, к самому интересному. Если тебя не затруднит ответить на этот вопрос, как ты познакомился с Эдисоном, и как прошло знакомство с остальными ребятами. С Эдом я познакомился совершенно случайно, иначе это никак не назвать. У меня есть друг, зовут его Кирилл Варпач Петров, это совершенно другая история, так что опустим. Мы с Кириллом как-то поехали в Новосибирск, тогда Эд буквально недавно и сам переехал в него. Я сказал, что в одной кофейне делают вкусное кофе. Мы заехали туда, а там был Эдуард Янович, который заказывал себе кофе. Так мы и познакомились, благодаря Кириллу, который знал Эда, со всеми остальными. Вживую, я познакомился на ВКА-фест. Все достаточно добрые и веселые ребята. Планируешь ли ты участвовать в роликах Эдисона? Если не секрет. Понимаю, что с работой у тебя возможно не будет хватать времени. Но все же, есть ли это в планах? Нет. Если только во влогах, либо каких-то отсылках, где от меня нужно минимум действий. Давайте я вам расскажу немного внутреннюю кухню того, что делает любой ютьюбер. Идея придумывается у тебя в голове. Ты сценарист. Ты режиссер. Ты же обрабатываешь видео. Ты же делаешь превью. Логично. Вполне. Так вот, зачем я это сказал? Дружба дружбой. А работа, работой. Так вот, я не хочу, чтобы дружба с Эдом перетекала в работу. Ибо это совершенно другое взаимоотношение с друг другом. А переключиться с работы обратно на дружбу очень сложно. Расскажи, наверное, немного о себе, о своем хобби и, наверное, что повлияло на то, что ты захотел создать свой канал. Мне 26 и так получилось, что у меня особо и нет хобби. Но никогда не поздно что-то пробовать. В 25 я встал на сноуборд. В 25 начал записывать ролики. Наверное, то, что я сейчас делаю, это и есть мое хобби. А моя работа. Она необходима для поддержания финансовой стабильности. В семье у меня было три возможности в создании канала. Две из которых я упустил. Один. Это подростковый возраст. Упущено по причине стеснения и выставлением себя. По собственному же мнению, клоуном. Задротом. Фриком для других. Два. Знакомство с Варпачем. Был момент в моей жизни, когда он мне предлагал помочь зайти на Туич. Я отказался. Ибо не хотел подводить друга. Думал, что у меня ничего не получится. Снова боялся косых взглядов и осуждения со стороны друзей. 3. Викки и Фест. Общение с Эдом. Невероятная энергетика детей, которые просто обожают Эда. Да, это был тот самый момент. После Викки и Фест я загорелся. Прожужжал ему все уши, как это круто. Но снова думал, что ничего не получится. На что получил ответ от своего лучшего друга. Не попробуешь будешь жалеть в старости и постоянно припоминать этот момент. Вот попробовал. Какова твоя основная цель? Чего ты хочешь достичь? На Ютубе, к примеру, ну или в жизни. Понимаю, немного личный вопрос. Если опять же тебя не затруднит. Ох, это наверное самый сложный вопрос, который вынуждает копаться в себе. В жизни просто хочется оглядываясь в прошлое не сожалеть о чем-то упущенном. Помнить о том, что совершая ошибки ты накапливаешь опыт. Учиться на них и главное не повторять их же вновь. Ютуб это мое отвлечение от того, чем я занимаюсь в реальной жизни. Я парикмахер уже почти 7 лет. Рано или поздно ты устаешь от этого, как день сурка. Так что мой канал, это мой отдых. Мое вдохновение, тут как идет. Пусть так и идет своим чередом. Расскажи о своем канале. Ты там выкладываешь новости. Склеички со стрима Эдисона. А есть ли еще дальнейшие планы на него? Коллаборации, к примеру, реакции на всеразличные ролики. Или это будет на стримах? Я такой человек, который не строит планы наперед. Пришло что-то в голову. Пробую, стрельнуло. Круто. Нет. Ну значит будет пробовать снова. Люди добиваются успеха, совершая ошибки. А не сидя сложа руки. Что-то в голове есть. Но делиться этим не буду. Пока еще не время. Насчет коллаб. Если честно, для меня это не особо интересно. С. Больше коллаб. Больше привлечения аудитории. С одной стороны, с другой. Это не моя аудитория, которую я скорее всего и не заинтересовал. Ее заинтересовал тот, с кем я сделал коллабу. На месте резкого прироста, будет и такой же отток. А это бессмысленно. Огромное спасибо Ярику за то, что согласился поучаствовать в интервью. Желаем ему дальнейшего продвижения на YouTube канале. Карьерного роста в реальной жизни и конечно же всего наилучшего. В этом видео были не все вопросы с интервью. Так что вы можете по ссылке в описании глянуть его и узнать еще что-нибудь новое о Ярике. Там кстати еще есть интервью с Натахой. И с Жека Плеем. Может и по нему сделать ролик. Если вы этого хотите, то поддержите видео активом. У меня уже было два видоса с интервью Хирейда и Стасика. Их вы тоже найдете в описании. И можете посмотреть. 10 миллионов. Бриллиантовая кнопка. Маркаовка. Тыква. Маркаовка. 10 миллионов. Бриллиантовая кнопка. Это микроволновая микроволновка. 10 миллионов. 10 миллионов. 10 миллионов. Бриллиантовая кнопка. 10 миллионов 10 миллионов Это микроволновая микроволновка